МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всех зрителей БУК-ТВ. Мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». Студия Виталия Матюшин. В ближайшие полчаса рассказ о событиях Бреста. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых моментах, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Главные темы сегодняшней программы. Строим свое будущее сами. Обсуждение проекта новой Конституции продолжается на диалоговых площадках областного центра. На новый курс «Как и чем живет сегодня филиал «Брестские ковры» открытого акционерного общества «Витебские ковры» разговор о дне сегодняшнем и о том, что же ждет дальше. Социальная политика в деле. Как сегодня живут люди, имеющие проблемы со здоровьем, истории самых необычных и сильных духом героев. В эфире еженедельная программа «Итоги недели». Мы говорим о главных новостях Бреста, о том, что произошло за эти семь дней. Мы начинаем. Общественные обсуждения проекта основного закона находятся в активной фазе по всей стране, не исключение и наш город. Конструктивные дискуссии, где может высказать свое мнение о поправках и задать вопрос представителю власти, человек любого возраста и профессии, проходят на самых различных площадках Бреста. Людей интересуют устройство жизни в будущем, реформирование системы органов государственного управления, приоритеты, заложенные в проекте основного закона в отношении молодого поколения и тех, кто нуждается в социальной защите. В этом процессе задействованы учреждения образования, трудовые коллективы, актив региона, депутаты и представители вертикали власти. О диалогах и их итогах подробнее в сюжете Людмилы Лагодич. Встреча градоначальника с представителями трудовых коллективов – многолетняя практика. А потому диалог в управлении Брестэнерго начали с тем традиционных. Но сперва Александр Рогачук поблагодарил руководца за понимание и сотрудничество с городом. Максимальное содействие во всех возникающих вопросах. Затем подвёл итоги и очертил показатели прошлого года по Бресту. Город Дреск занимает лентирующие позиции по таким параметрам, как объём промышленного производства, экспорт, инвестиции. Конкретный пример. Объём промышленного производства, это вам даже для общего развития, объём промышленного производства города Дреска составил по 2021 году 7 миллиардов рублей. 7 миллиардов белорусских рублей. Обсудили транспортные проблемы строительства, успехи и острые моменты по привлечению инвесторов в определённых точках, ситуацию с инфекцией COVID. Центральная же часть диалога лежала в плоскости грядущего референдума. Обсуждение необходимости изменений, которые диктует само время. На данный момент в течение дня у нас проходит не одна, а 5-7 встреч в крупных коллективах. Идёт достаточно широкое обсуждение вот этих моментов новой редакции Конституции. И каждый раз с учётом специфики коллектива, с учётом специфики профессиональной деятельности, конечно, надо адаптировать те посылы с учётом их деятельности. Что касается сегодняшнего коллектива, именно Брест-Энерго, это люди с высоким интеллектуальным потенциалом, это люди-лидеры, от которых во многом деятельность зависит и жизнедеятельность нашего города. Поэтому мне было приятно констатировать полное понимание необходимости реформы политической системы нашего государства. И чётко даже с их посылов прослеживается прямая связь между изменением в политической структуре и позитивным изменением в жизни нашего города. Поэтому я удовлетворён этой встречей. И эту работу мы будем продолжать. Всего в Брестской области работает 6,5 тысяч энергетиков. И мы в каждом из коллективов пообсуждали в хорошей, условно говоря, в семейной обстановке новые инновации Конституции. Нам понятны эти изменения, чем они продиктованы, для чего мы это делаем. Понимаем, что мы станем ещё более, как страна, более защищённой, более устойчивой ко всем невзгодам. Мы разделяем эти подходы и считаем, что они абсолютно своевременные. Диалог состоялся и на предприятии Брест-Водоканал, которое является структурным подразделением городской жилищно-коммунальной системы. Здесь достаточно активные инициативные сотрудники. Об этом говорят как показатели эффективности их труда, так и интерес к жизни города и страны, в том числе к грядущему референдуму и проекту новой Конституции. Самое главное в этом диалоге, в преддверии важной политической кампании – это визуальный контакт с рабочими, с работниками предприятия, узнаешь у них какие-то нюансы, их оценка и, соответственно, имеешь полную возможность во время прямого общения ответить на любые вопросы. Не только работникам предприятий, но и молодёжи интересна тема новой Конституции. Тем более, что этим юношам и девушкам предстоит выстраивать будущее государства уже через несколько лет. Обсуждения нового проекта прошли на базе Международного молодёжного волонтёрского центра и в библиотеке имени Горького. В рамках встреч были затронуты волнующие актуальные темы. Очень приятно, что люди говорят, обсуждают, предлагают дополнить определённые статьи Конституции более широким смыслом, направлением. Но беседуя и встречаясь в коллективах, видишь посыл и запрос общества именно на то, что мы идём правильным путём. В проекте изменения дополнительных Конституций есть отдельная норма. Это статья 32 прим, которая как раз посвящена молодёжи. Предполагается то, чтобы звучать, что государство способствует духовному, нравственному, интеллектуальному, физическому развитию молодёжи и её активному участию в общественной жизни государства. Но помимо этого, нам же гарантируются вопросы образования общего, среднего, представления технического на бесплатной основе, а среднеспециального и высшего образования уже на корпусной основе и возможности его получения бесплатно в государственных учреждениях образования. Практика проведения подобных встреч будет продолжена. Это позволяет не только сверить часы, но и определить моменты обсуждения и решения, которых будет взято на карандаш в ближайшее время. В нашем очередном субботнем выпуске мы решили рассказать вам о судьбе одного из самых известных предприятий Бреста, чья слава долгие годы не смолкала на просторах ближнего и дальнего зарубежья. Однако в один момент эта яркая страница изменила свой окрас. Сложная экономическая обстановка и, как следствие, спад спроса, уменьшение заработных плат, сокращение большого количества работников было непросто. Но, как известно, история развивается по принципу спирали. А это значит, что за тяжелыми временами наступают новые этапы. Думаю, многие догадались, о каком предприятии мы расскажем вам сегодня. Речь о Брестских коврах, которые сегодня являются филиалом открытого акционерного общества «Витебские ковры». Какая сегодня здесь обстановка и что сулит работникам день грядущий, об этом мы не только расскажем прямо сейчас. Я работаю с 91-го года, вот уже 30 лет, мне 31 в этом году. Ну, нравится работа. Я работаю здесь, работала реставратором. В общем, практически всю работу, что касается в цеху, я знаю все. Мария Пунко трудится на предприятии «Брестские ковры» вот уже больше трех десятилетий. Зная, насколько Мария умелая мастерица, ей обычно доверяют самую сложную и ответственную отделочную работу. Она и не отказывается. Наоборот, старается сделать все, что в ее силах, чтобы качество выпускаемого товара было не просто на уровне, а на высоте. Мы же даже сами, вот когда в магазины ходим, обращаем внимание вообще на все ковры, особенно на верловку. Это естественно, потому что мы обращаем на это внимание. Вы знаете, как мы, может мы сами себя хвалим, но мне кажется, у нас самая лучшая верловка. Предыдущая страница истории «Брестских ковров» выглядела не так убедительно. Но благодаря людям, преданным родному производству, коллектив встретил очередной виток истории своего предприятия. Грамотная управленческая политика, постоянная поддержка и координация со стороны руководства, представителей открытого акционерного общества «Витебские ковры», и кризисный период потихоньку остается в прошлом. Акцент в работе был сделан на формирование внутренней культуры, на поддержку работников, а также на формирование нового имиджа былого предприятия «Гиганта». Те люди, которые на сегодняшний день работают в филиале, это очень сильный коллектив. То есть люди живут этой работой, люди хотят развивать, люди хотят достигать результатов, люди, с которыми можно идти дальше. Плюс, ко всему прочему, была такая задача, когда мы начали наращивать объемы производства, у нас получился дефицит кадров. И одно из приоритетных направлений, скажем так, было вернуть бывших работников в предприятии. Частично нам это удалось. То есть есть ряд людей, которые вернулись к нам назад, которые ранее работали на предприятии. Наши работники начали, рекомендуя, скажем так, и рассказывая о том, какие успехи в филиале, начали приводить своих знакомых. То есть для меня, ну и я думаю, для многих это говорит о том, что даже внутри коллектива есть понимание того, что у предприятия есть завтрашний день. За время, которое было отдано на восстановление ресурсов брестского предприятия в составе Витебского холдинга, сделано немало. Серьезно расширилась ассортиментная линейка. Сегодня здесь выпускают ковры с высотой ворса от 6 мм до 5 см. Немало сделано в вопросе разработки дизайна. Все с учетом современных тенденций. Как итог, наши изделия с удовольствием покупают в странах-соседках. А пятая часть выпускаемого продукта реализуется в Беларуси. В своем большинстве в фирменных магазинах. Их сеть создана по всей республике. По итогу 2021 года в филиале было реализовано и разработано несколько коллекций, которые мы уже предоставили нашим клиентам и которые получают на сегодняшний день положительный отзыв. То есть у нас уже есть уверенность, что по ряду коллекций есть заинтересованность именно от наших покупателей. В 2022 году эта работа будет дальше вестись. И мы будем развивать новую продукцию, будем предлагать. И будем как-то идти дальше. Самое главное, что ощущается на предприятии, это единство коллектива. Заинтересованность всех его участников в качественном и добросовестном выполнении своей работы. И любят то, что делают все. Начиная с простых мастеров и заканчивая управляющим. Люди поверили, все возможно. Поэтому стараются трудиться максимально эффективно, чтобы не только оставаться стабильно востребованными на рынке, но и идти вперед. Все поменялось, мы тогда как бы, но и сейчас еще лучше работать стали. Всегда вот есть сырье, работаем, постоянно как бы работаем. Ну а главная площадка достижений предприятия не стенд с сертификатами, это фирменный магазин. Здесь каждому покупателю готовы не только помочь в выборе расцветок и форм. На месте необходимую длину обрежут, проведут оверловку. И самое главное, здесь найти то, что будет по душе, можно на любой вкус и кошелек, чтобы каждый гость со временем пополнил число постоянных покупателей. Более востребованные ковры – это Бостон, Астана, Остин, это новая коллекция. В нашем магазине представлен большой выбор как для покупателя с более высоким доходом, так и с более низким доходом. Это, например, Инфинити, очень добротные ковры. Наш ковер в какой интерьер не положи, это всегда красиво, приятно. Таким образом, филиал «Брестские ковры» открытого акционерного общества «Витебские ковры» открывает новую страницу в летописи своей богатой истории. Ее непростые уроки были пройдены и усвоены. Сегодня здесь с уверенностью встречают новый день. Кстати, уже в феврале здесь должны выпустить второй миллион квадратных метров продукции. И это только с момента реновации. А значит, чем дальше, тем еще лучше и продуктивнее. Вы смотрите Большие Итоговые Новости на Бук ТВ. Говорим об актуальном. У каждого из нас случаются проблемы и мелкие жизненные неурядицы. То здоровье подводит, то денег не хватает. Но что тогда говорить тем, кто в силу разных жизненных обстоятельств имеет запись об инвалидности? Все проблемы и заботы в этом случае стоит умножать на два, скажет большинство. А вот и нет, и яркий пример тому, герои нашего следующего сюжета. Они не жалуются на судьбу, не ищут оправданий бездействию, а ведут полноценный образ жизни. Успешно работают, трудятся, развиваются, участвуют в новых стартапах и водят автомобиль. Как научиться преодолевать трудности и не оборачиваться назад, знают герои сюжета Людмила Логодич. Эта награда была как победитель соревнований. Юрий Войтикенас привык всего добиваться своим трудом и жить, что называется, вопреки судьбе и обстоятельствам. Мать его бросила еще в раннем детстве. Да и от отца, которого никогда не видел, осталась разве что литовская фамилия. Сначала детдом, потом Кобринская спецшкола-интернат, инвалидность по слуху. Казалось бы, с такой биографией его не ждет ничего хорошего. Но, вопреки всем прогнозам, он не сломался, а начал двигаться вверх по социальной и карьерной лестнице. С 5.07.84 года я уже поступил именно на это предприятие. Сначала работал я монтажником на радиоучастке. После двух лет меня перевели на участок намотки. От намотки потом был бригадиром, потом бригадиром освободенным. Поступил это в Пурзанский аграрно-честнический колледж, закончил, но потом решил пойти, поступить выше. Поступил в Горки, в сельскохозяйственную, но потом передумал, решил пойти в Минск, в НТУ. Поступил в 2009 году в Безорусский национальный технический университет на приборостроительный факультет. Сегодня наш герой – уважаемый работник с трудовым стажем в 38 лет. Его мнение авторитетное, и он всегда готов прийти на помощь. Как подчеркнул начальник Управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Михаил Романюк, сегодня люди с нарушениями здоровья имеют возможность реализации в профессии. Именно для этого разрабатываются и воплощаются в жизнь различные социальные программы. К нам в управление в течение прошлого года поступило 697 индивидуальных программ реабилитации инвалидов. На 1 января 2021 года на учете в Управлении по труду состояло 33 человека этой категории. В течение года было зарегистрировано в качестве безработных еще 92 человека. В итоге в трудоустройстве нуждалось 125 человек, из которых в течение года работу получили 63 человека. Это чуть более 50%. По итогам 2020 года процент трудоустройства составлял 39. Трудоустройство людей с инвалидностью – это одно из важнейших и сложнейших направлений работы. Этой цели служат и различные стартапы, которые успешно развиваются и в нашем городе. Так, еще летом на карте Бреста при содействии компании А1 появилась первая безбарьерная кофейня «Инклюзивный бариста». Алексей Синькевич – один из тех, кто нашел себя в этом проекте. Работу считает несложной, да и опыт в роли бариста имелся в столичных кафе. «Людям с ограниченными возможностями очень сложно найти работу, только удаленно, и люди, знающие что-то в компьютерной сфере, ну то есть руками, человеку, который хочет работать руками, сложно найти работу какую-то, а проект открывает эти возможности и дает возможность». Возможность трудоустройства важная и не единственная, которая помогает социализироваться людям с нарушениями. Особенно важно то, что с каждым годом число предприятий, которые ее предоставляют, увеличивается. Так, автошкола ДСА в Бресте неоднократно набирала группы, учеба в которых доступна и для людей с инвалидностью. Среди курсантов Сергей Масунов. Из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом на протяжении многих лет мужчина вынужден был большую часть времени проводить дома. Теперь же, когда права получены, а в руках руль от собственного автомобиля, жизнь заиграла другими красками. «Сначала катался тут по ямке купалы просто, а потом мне что-то захотелось дальше, дальше, где вот мы ездили с инструктором в автошколе. Вот, и я начал кататься. Свобода перемещения для человека в моем положении – это очень важно. Для всех в таком положении это очень важно. Поэтому и хотелось, чтобы ребята, кто имеет желание и возможность, чтобы учились обязательно». Жизнь показывает, что главное – желание человека, а не навязанное обществом рамки. Ведь люди с ограничениями по здоровью, но с силой воли и целеустремленностью, как оказалось, имеют неограниченные возможности. В продолжение темы. По последним данным Всемирной организации здравоохранения в мире около двух миллиардов человек имеют проблемы со зрением. Из них примерно половина эпизодов вызваны отсутствием должного лечения и своевременной диагностики. В Беларуси государство уделяет особое внимание людям, имеющим такие проблемы. Им оказывается различная помощь, но они и сами готовы идти вперед, потому что понимают и знают, что многое зависит в адаптации от силы духа и характера. В городе над Бугом на учете в Белорусском товариществе инвалидов по зрению состоит около 300 человек, из них более 100 полностью слепы. На чем строятся будни тех, кто не видит этот мир, но хочет жить и развиваться полноценно? В городе над Бугом и области оказывают помощь людям с плохим зрением в местном отделении Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Здесь на учете стоит 290 человек, из них 100 не видят вовсе. Несмотря на физические ограничения, люди имеют возможность проявлять себя в разных профессиях. Не последнюю роль в этом процессе играют специальные книги, написанные шрифтом Брайля. Благодаря им человек может заново научиться читать, писать и даже набирать текст. Этому его могут научить в специализированных товариществах для инвалидов по зрению. Значит, вы просите подопечного найти, еще раз напоминайте о постановке рук, что читаем мы указатель, подушечкой указательного пальца, вот этот вот знак, это буква Г. Все, значит, он проводит дальше и проверяет, нет ли такого же символа. Ну, то есть, все, когда человек способен отыскать этот символ в потоке текста, тогда мы можем уже переходить к его написанию. Написать текст можно на специальной печатной машинке, в прошивке которой заложен шрифт Брайля. Разработка стала необходимостью времени для ее изобретателя. В трехлетнем возрасте мальчик начал слепнуть из-за воспаления глаз, а в пять лет он окончательно потерял зрение. А в возрасте 15 лет, обучаясь в Парижском государственном институте для слепых детей, разработал рельефно-точечный шрифт для незрячих, названный в его честь. В течение пяти-шести лет он разрабатывал письмо и уже в 25-м году, в 1825 году была представлена его полностью завершенная система. Сразу, к сожалению, она не пошла в массово в школах, но многие слепые поняли, что это очень удобно и тем более, что несмотря, что даже ее запрещали некоторое время, то он изобрел еще и нотную грамотность. А нотная грамотность была очень важна для этой школы, потому что там очень хорошо было поставлено обучение на различных инструментах, потому что многие слепые играли в церковных хорах, на инструментах, на органе. И вот эта нотная грамота была очень полезна для них, потому что все запоминяло на слух. А теперь они могли именно читать с листа. И сопоставив все эти факты, уже, к сожалению, уже после смерти Луи Брайля в 1854 году была издана только первая, официально первая книга во Франции. Несмотря на позднее признание, тот самый Брайль спас миллионы судеб, ведь благодаря ему многие люди с дефектами зрения могут вести полноценную жизнь. Сегодня библиотеки по всему миру хранят фонд книг именно для слепых людей, написанных шрифтом Брайля. В городе над Бугом такие тоже есть. И находятся они на бульваре космонавтов в профильной библиотеке. Их порядка тысячи экземпляров. Наша библиотека является специальной библиотекой потому, что мы обслуживаем инвалидов по зрению. Это направление в работе является приоритетным. Для их обслуживания у нас в фонде есть различные форматы книг. Это аудиокниги. Ну и второй вариант – это книги, напечатанные шрифтом Брайля. Таких книг, напечатанных шрифтом Брайля, у нас в фонде более тысячи экземпляров. Это совершенно разная тематика. Вот, допустим, это могут быть и детская литература, это современные романы современных авторов, это классические романы. Также у нас в фонде есть и белорусская литература. Вот, допустим, Иван Мелеш – «Люди на болоте». Благодаря Луи Брайлю миллионы незрячих людей по всему миру ведут полноценную жизнь. Его изобретение перевернуло представление о возможностях для слепого человека. Сегодня такие люди работают, ездят на машине, читают, пишут, но все равно каждый из них мечтает однажды увидеть прекрасные цвета этого мира. Поэтому надеемся, что в будущем проблему слепоты можно будет полностью искоренить. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Январь – это время подведения итогов. Именно в первые недели года определяются приоритеты на ближайшие несколько месяцев, но не только. Именно в январе, а точнее 20 января 1992 года были установлены дипломатические отношения между нашей республикой и Китаем. С тех пор в двух странах функционирует посольство, а генконсульство Беларуси, открытые в городах Шанхай, Гуанчжоу и Чунцин. В 2022 исполняется ровно 30 лет с момента установления дипломатических отношений. В Брестском государственном университете к этому знаменательному событию решили подойти нестандартно. Здесь открылась удивительная выставка работы известного китайского художника Дун Цзяхуэй, который, к слову, является магистрантом вуза. На открытии побывали наши респонденты. Холл Брестского государственного университета имени Пушкина на несколько недель превратился в импровизированный зал. Здесь для широкого обзора представлена выставка работ талантливого автора, режиссера, музыканта, педагога Дун Цзяхуэй. В Беларуси арт-тур мастера начинается именно здесь, в альмаматор художника. В Пушкинском университете он получает степень магистра. Часть из представленных на сегодняшней выставке работ создавалась в Китае, а часть уже здесь, в Беларуси. Мне очень приятно, что сегодня я имею честь представить свои работы для широкой общественности, еще и в такой знаменательный день. В день годовщины становления дипломатических отношений Беларуси и Китая. Пусть это будет мой вклад в это большое дело. Работы Дун Цзяхуэя – это особенно утонченные и изящные произведения. По творческому почерку несложно догадаться, что принадлежат они мастеру Востока. Стоит сказать, что этот особый почерк ценен за рубежом. Работы Дун Цзяхуэя представлены во многих национальных музеях, художественных галереях, а также в частных коллекциях по всему миру. И несмотря на свои многочисленные регалии, руководитель городской академии изящных искусств города Гуаньчжоу, эксперт Китайской ассоциации высшего образования, руководитель программ по художественным дисциплинам, Дун Цзяхуэй продолжает находиться в творческом поиске, подбирая незамысловатый сюжет и глубокую философию. Конечно же, главный мой посыл для зрителей – увидеть настоящую китайскую культуру, современную живопись. Она действительно имеет свои особенности, как и художественная школа любой другой страны. Я надеюсь, что моя выставка станет достойным подарком в такую важную для наших стран дату. Эта выставка – подтверждение серьезного долгосрочного сотрудничества, которое выстроилось у Пушкинского университета с китайскими вузами. Так, например, в областном центре активно работает Институт Конфуция, где все желающие могут познакомиться с китайским языком, литературой и традициями. Аналогичные площадки функционируют и в Поднебесной. И то, что эта выставка получила достаточно широкую популярность, подтверждает обоюдный интерес, а еще признание и уважение к культуре и искусству. Нам очень приятно, что в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами открывается выставка известного молодого художника и, кстати говоря, нашего магистранта, нашего университета из Гуанчжоу Ду Дзя Куэль. И его творческие работы как раз выставлены у нас в университете. Давайте поприветствуем этого молодого художника и пожелаем ему творчества не только в живописи, но и, конечно, и в подготовке магистерской работы. Кульминацией творческого вечера стал мастер-класс от автора экспозиции. Написание благодарственного письма администрации университета за возможность представить здесь свое творчество. А настроения и эмоции гостям праздника добавили музыкальные выступления в честь авторов большого праздника души и творчества. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щербай, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». К другим темам. Беларусь богата на известных писателей, эссеистов, поэтов, которые пишут не только про свою родину, но и в своих произведениях раскрывают важные и глобальные темы. Среди авторов «Альманаха» «Беростейская скарбница», который был презентован в стенах библиотеки имени Пушкина, есть известные не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами люди. Это поэты, прозаики, публицисты, эссеисты. Мероприятие собрало в одном зале увлеченных литераторов, которые живут своим делом и видят в нем глубокий смысл. На встречи побывала Анастасия Мелешкевич. Библиотека имени Пушкина уже не первый раз становится местом для творческих встреч, знакомств с различными авторами и новыми изданиями, причем не только вживую. Например, это мероприятие, презентация проводилась и в онлайн-формате. Альманах «Беростейская скарбница» известен с 2018 года. За эти годы на его страницах публиковались произведения различных жанров. И вот пришло время четвертого нового выпуска. Каждый год, каждый раз мы хотим, чтобы этот альманах был особенным, чем-то отличался. Отличается тем, что тут представлено максимальное количество авторов, около 60. Впервые в год народного единства мы начали собирать материал, мы представили литературные клубы. То есть наравне с профессиональными литераторами представлены клубы. Это клуб «Поэтика» и «Белый аист», «Кобрин», «Пинский клуб» «Пенчуки» и наш брестский клуб «Открытие», которого возглавляет Дины Д.Осипна Тодюк. В четвертом выпуске издания собраны новые произведения. Более 60 писателей Брещины, в том числе и молодых перспективных авторов, победителей литературных конкурсов Брестского областного отделения Союза писателей Беларуси. Татьяна Демидович, Зинаида Дудюк, Георгия Томашевича, Ирины Морих, Ольги Сандриковой и других. Альманах как собрание мыслей, тем смыслов, всего того, что тревожит авторов, о чем они думают, что пишут. «С бушным часом мне подобаются верши на беларусской мове, тому в сборнику Берастельской скарбнице я вместила верши, яки писала на беларусской мове. Ну, это верши, яки присвечены батьку, верши, яки присвечены, ну, так, каханне. Алья, мой любимый той, яки про батьку, там, где я очень заплюшчу, я узгаю стешкой, вернусь в децинство, детата с усмешкой, с устроенными неколезидовой хаты». Эти произведения про любовь к родине, к близким людям, к беларусским пейзажам. Но самое главное место в Альманахии занимает специальный раздел «Стопковид». Сюда вышли и произведения, которые посвящены борьбе с коронавирусной инфекцией, а также героической работе наших медиков. «Для меня это, амаль, первая, махчимость показать, это широкому колу, что это шоу, свою творчесть. Поэтому гэта для меня вельми важна, гэта альманах для меня вельми дороги. Там узмешчана усяго три верши, але гэта три маленечки, часточки моей души, які я отдаю людям. И я обецаю отдавать людям усе тое, што зараз ёсць недзил внутры, выкладывать на паперу и отдавать людям раз свою творчесть». Встреча вызвала большой интерес. Пообщаться с авторами, отметить их достижения, а также открыть что-то новое на мероприятие пришли поклонники литературы и гости. А это значит, что у альманаха Будд своя история и её продолжение. У автора в запасе ещё большое количество тем, которые обязательно найдут отражение на страницах отечественной периодики и других литературных площадках, где ценится белорусская мысль и белорусская литература. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Субтитры создавал DimaTorzok